Известный далеко за пределами Тимбрюцкого района Бахчевот, Овощевот и селекционер из поселка Стрелка Александр Ерохин уже несколько лет выращивал цветную капусту. В этом году на 30 гектарах земли им было испытано более 200 гибридов для того, чтобы выбрать более устойчивые подоносные сорта. В этом году кубанская, краснодарская фирма Кубансиц дала на испытание вот три вида этих цветных капуст. Фиолетовая, оранжевая и белая. К белой капусте мы цветной привыкли, это очень капуста высокого качества. Но я вижу перспективу и вот в этих гибридах. Они очень привлекательные, красиво смотрятся в блюдах, мы их уже попробовали и в засолке, и в кляре жарили. Поэтому вот у этих гибридов перспектива есть. Надо отметить, что пока выращивание цветной капусты редко практикуется на фермерских полях Таманского полуострова. А ведь этот насыщенный витаминами овощ выращивается без теплиц в открытом грунте, за реализацию которого можно получить хороший доход. Чем Тамань уникальна, это тем, что уже вот рядом Крымск, Славянск, уже все померзло, а у нас продукция еще на наполе. Бывает так, что мы капусту режем до 13 января. У нас зима начинается после Старого Нового Года. Поэтому весна у нас немножко холодная. Мы не можем Краснодару по скороспелости конкуренцию составить, потому что море – это холодильник. А осенью, наоборот, два моря – это печка. Везде все померзло. Мы вот два-три дня назад еще перцы убирали, помидоры убирали. И вот этот край наш, он уникальный, его надо вот в этом использовать. Закаленная рассада выдерживает непродолжительное снижение температуры. А осенью, повзрослев, она выносит даже кратковременные заморозки до 5 градусов. Это позволяет за сезон собирать с одного поля два урожая. На этом поле мы получаем второй урожай. Весной мы здесь получили раннюю капусту. Где-то 15 мая на рынок отсюда ушла продукция. Это самые ранние сорта, 55-дневки. Это Ортус, Алина, Этма, Сунта. Мы ее убрали. И в июле месяце мы рассаду уже готовую высадили сюда для получения второго урожая. Большую часть урожая Александр Ерохин реализует в крупных промышленных центрах края. В продаже есть цветная капуста фиолетового, желтого и белого цвета. Более популярны сорта Вероника, коралловая, савойская, краснокочанная капуста. Выращивают ее из семян голландской фирмы. Она очень вкусная, витаминная и красиво смотрится на столе. Лет 8 назад мы ее первый раз увидели. Очень понравилась она нам. Мы ее в простонародье называем коралловой. Она похожа на кораллы. Очень красиво она смотрится на столе. Вот так вот ее то ли солят, то ли ее варят с чем-то делают. И она очень вкусная. Ну не говоря о том, что, конечно, куча витаминов в ней. Сегодня в условиях импортзамещения у наших сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств есть уникальная возможность развивать свой бизнес, помогая нашей стране сокращать зависимость экономического роста от внешних факторов, максимально задействуя внутренние ресурсы, стабилизировать и расширить спрос на продукцию наших сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В последнее время все меньше и меньше остается причин, по которым нельзя выращивать. Все-таки надо должное государству отдать, и государство помощь оказывает, и условия создаются такие. Все зависит от людей, надо работать.